Энергия без энергетиков в Ростове области хотят запретить продажу опасных напитков. Регионам позволили запрещать алкогольные энергетики. Василий Юрьевич, давайте на Дону запретим это зло. Борьба за каждый метр. Ростовский детский медцентр отстаивает парковку для своих посетителей. Очень неудобно, особенно погода нехорошая. Придлось идти пешком далеко. Неудобно. С маленьким ребенком коляски негде поставить. Проехать негде. Скорпионский рок в Ростове. Легендарная немецкая группа выступит в сопровождении симфонического оркестра. Прежде всего мы рады снова приехать в Ростов. Наш тур с симфоническим оркестром оказался таким успешным. Музыка пользуется такой популярностью, что мы до сих пор на сцене. В Ростове и области могут запретить продажу энергетических напитков. Соответствующее предложение губернатор готов внести донским депутатам. Об этом он написал в своем твиттере. Сообщение стало ответом на комментарий одного из жителей. Регионам позволили запрещать алкогольные энергетики. Василий Юрьевич, давайте на Дону запретим это зло. В поддержку такой инициативы уже высказались представители молодежного правительства. Они пообещали, со своей стороны сделают все, чтобы запрет на энергетики на Дону все-таки ввели. Добавлю, депутаты Ставрополья уже обсуждают проект подобного закона. Сотрудничать также плодотворно, не снижая темпы, договорились донские парламентарии и специалисты областного Минюста. Закрепили свое намерение с оглашением о взаимодействии. Впервые подобный документ был подписан в 2009 году. Он включал в себя составление экспертных заключений на проекты областных законов, обмен информацией и проведение совместных мероприятий. За 2013 год было направлено в наше управление порядка 990 проектов нормативно-правовых актов. В них только в 55 были найдены нарушения, остальные все соответствовали действующему законодательству. Поэтому уровень подготовки и уровень специалистов законодательства собрания очень высок. Эта редакция соглашения дополненная. Новые положения призваны улучшить качество законов. Какие-то отдельные ошибки могут появляться, но это на стадии проектов. Мы стараемся и через Министерство юстиции, через прокуратуру областную, очень тесное у нас сотрудничество, чтобы вот на стадии проектов отрабатывать все эти моменты. Пока получается. Я надеюсь, что и в дальнейшем качество будет лучше и лучше. Соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности подписано на ближайшие пять лет. Те, которые на машине стоят, представьте себе, если вот он приехал, а негде припарковаться, где встать. Вопросом, где встать, задаются практически все посетители детского медицинского центра. Чтобы машина не забрал эвакуатор, персонал учреждения даже берет на себя дополнительные обязанности. Как на стратегическом объекте, внимательно следят за транспортом из окон. Главврач сетует, территория возле клиники очень мала. Приходится вести борьбу за каждый метр земли, которая находится в муниципальной собственности. Они мне написали, вот до сих пор все снять, и они здесь поставят забор, ни пожарного проезда, ничего нет. Где коляску поставить? В этом месте затоптать последнюю траву, последний газон, и там это не ставить. Где парковочное место? Нет парковочного места. Ежегодно центр принимает около 100 тысяч пациентов. Больше половины из них – малыши, которым не исполнилось и года. Родители детей жалуются. Искать парковочные места приходится далеко от поликлиники. Очень неудобно, особенно погода нехорошая. Пришлось идти пешком далеко. Неудобно. С маленьким ребенком коляски негде поставить, проехать негде. Если стоянка будет, заехал, оставил, с ребенком вышел, зашел, вышел и машина у тебя стоит. А так мы будем пропуск создавать. А в день у тебя сколько машин приезжает. Больше пяти лет руководство центра просит городские власти выделить им немного земли. Измученные бюрократическими проволочками, медики готовы уже на любые условия. Мы начали претендовать рядом кусочек и говорим, на любых условиях – аренда, выкуп, частичка, 10 метров, 15 метров. Но дайте нам для того, чтобы нормально обслуживать, чтобы нормально функционировало детское медицинское учреждение. Дефицит пространства и стоянок для транспорта – беда всех крупных городов. Власти Ростова обещают, что уже в этом году в Донской столице появятся первые платные парковки. Они разместятся в центре и будут вмещать чуть больше тысячи машин. Ростовчане смогут заказать документы и записаться на прием в пенсионный фонд предварительно. Для этого есть три варианта на выбор – через интернет на официальном сайте ведомства, по телефону, либо с помощью терминалов в отделениях фонда. Заказать можно предварительно документы, буквально по всем направлениям деятельности пенсионного фонда. Это и дубликат пенсионного удостоверения в случае утраты, свидетельство обязательного пенсионного страхования, затем справки о размере выплаты. Также можно получить документы о состоянии своего материнского капитала. За два месяца работы сервисов ими воспользовались тысячи жителей Дона. По словам сотрудников пенсионного фонда, очереди в отделениях ощутимо сократились. Легендарные «Скорпионс» группа с 40-летней историей прибыли в Ростов из кубанской столицы. Там они уже дали концерт с Краснодарским симфоническим оркестром, один из семи запланированных на юге России. Теперь им предстоит прожить два дня в гостинице в центре Ростова и в субботу дать свой концерт во дворце спорта. В 2010-м немецкие рокеры отправились в прощальный гастрольный тур. Вошли во вкус и уже пятый год не могут остановиться. Хотя все они на пороге шестого десятка, на сцене зажигают, как 40 лет назад и чувствуют себя нужными публике. Прежде всего мы рады снова приехать в Ростов. Наш тур с симфоническим оркестром оказался таким успешным, музыка пользуется такой популярностью, что мы до сих пор на сцене. Ответ за всю группу держит Клаус Майне, бессменный вокалист «Скорпионс» с начала 70-х. Перед началом пресс-конференции организаторы попросили журналистов обойтись без острых политических вопросов. Пресса идет на хитрость. Российско-украинскую тему затрагивают на немецком, родном для «Скорпионов» языке. Как вы относитесь к ситуации на Украине? Одобряете ли политику Путина? У нас есть фанаты в России, Украине, по всей Европе. Мы за мир. Наши фанаты понимают, о чем наши песни, наши стихи. Наша песня «Wind of Changes» к гимн миру. В начале 90-х эту песню Майне посвятил окончанию хитрости. «Холодной войны» и под впечатлением от выступлений в нашей стране. В 88-м «Скорпионы» выступали в Питере год спустя в Москве. Я был в восторге. Мы, немецкая группа, пели свою песню «Steel Love and You» на английском языке для тысяч русских. Подпеть «Скорпионам» ростовчане смогут совсем скоро. Концерт легендарной группы отгремит в субботу во Дворце спорта.